Рады представить практичного психолога в нашей студии, Стана Иваненко. Доброго ранку вам. Отже, о чем сегодня мы будем говорить, если исходить из темы родителей и дети? Мы будем говорить о родительских посланиях, которые родители осознанно или неосознанно передают своим детям. Если в начале такие о посланиях, что же это такое и как его понимать, что это такое за послание? Ну, по сути, это обычный разговор, обычное общение детей и родителей. Но так как психика детей устроена таким образом, что они воспринимают безусловно и без цензуры все, что говорят родители, они верят абсолютно всего, то из речи родителей, из общения они получают так называемое послание о том, как нужно жить. То есть эти послания, по сути, формируют их потом на дальнейшее видение жизни и вообще какую-то модель жизни? Да, во-первых, формируют самооценку, представление о себе, формируют жизненный сценарий, правда. Действительно ли так родительские слова, либо какие-то действия влияют на будущую судьбу, или все-таки это могут быть не родители? Как с этим быть? В большей степени. В большей степени это родители до пяти лет считаются, что основные такие параметры судьбы ребенка уже заданы. До пяти лет уже у ребенка есть какая-то картинка о том, кто он такой, какой он, кто он как мужчина, как женщина, какие должны быть отношения в семье. То есть все это формируется, закладывается неосознанно до пяти лет. А вот по поводу того, как быть с этим, ну, наверное, человек пользуется этим до того момента, пока не начинает понимать, что что-то ему не очень нравится. И тогда можно что-то менять. Об этом уже как изменения во взрослой жизни поговорим чуть-чуть позже. Сейчас хотелось бы узнать по поводу родительского поведения. Потому что каждый родитель, хороший родитель, желает своему ребенку только самого лучшего. И, соответственно, что нужно делать? Какие, возможно, механизмы использовать, чтобы правильно запрограммировать ребенка на счастливое будущее, скажем так? Ну, дело в том, что осознанно это можно делать, но в первую очередь родителям, ну, вот сейчас скажем парадоксальную вещь, нужно позаботиться о себе. Потому что родители закладывают такие негативные сценарии в жизнь ребенка только тогда, когда сами пребывают в каком-то состоянии подавленности, травмы, расстроенности. И тогда вот они просто транслируют свое состояние. Поэтому первое, что нужно сделать, позаботиться о себе. Вот есть такая метафора, вот когда мы летим в самолете, там нам объясняют, как нужно надевать маску. Если, стюардесса говорит, если вы путешествуете с ребенком, в первую очередь наденьте маску на себя. Ребенок уже будет следовать вашему примеру. Да. Вот, поэтому для родителей очень важно следить за своим состоянием, потому что мы передаем не только словами вот этот сценарий, вот эти ролевые установки. Мы передаем это все мимикой, поведением, своим образом жизни. То есть мы фактически транслируем какой-то образец для ребенка. То есть исходя из ваших слов, правдой является то, что родители передают детям, например, будущему поколению, вот эту постоянную спешку, неуспевание, усталость, нежелание там работы или еще что-то. То есть это все передается? Это передается как образ, да, передается вот опять-таки ровно до той степени, в которой ребенок это все слышит, воспринимает как картинку и впечатляется этим. Да? Почему вот задал именно такой вопрос? Потому что только ли словами влияют родители или, возможно, вот эти действия тоже формируют как-то картинку? И что это могут быть за действия? Ну, безусловно, поведение, да? Поведение родителей формирует и спешку, и отношение к жизни, и то, как нужно выстраивать отношения, как нужно поступать со своими эмоциями, как нужно решать конфликты или не решать. То есть все это как первичный образец мы видим в семье. До пяти лет, вы сказали, ребенок формируется, и точнее формируется его вот жизненный сценарий, пока он не начнет осознавать, что нужно что-то менять, если нужно менять. Как взрослому человеку, который уже сформировался, и в каком возрасте происходит это просветление, что нужно что-то менять, или у каждого это индивидуально, и что делать? Ну, правда, это очень индивидуально, и если что-то в жизни не устраивает, то тогда традиционно взгляд обращаются в детство. И тогда для взрослого человека было бы полезно вспомнить вот то, чем его так условно, метафорически говоря, кормили. Какие послания он слышал, в какой атмосфере он рос, что он видел, какие образы он считал неосознанно, сочетал с поведением родителей или их действий. Ну и тогда важно понять, как это проявилось в моей жизни, то есть соотнести. Может, это и не повлияло, таких случаев масса. То есть не каждое поведение родителей и не каждое действие будет влиять на детей. Вот, если это повлияло, то тогда только нужно подумать о том, какой другой вариант поведения мне был приемлем. Какие другие образы я бы хотела создавать в своей жизни. И взрослому человеку, имея желание, можно изменить какие-то сценарии своего поведения, либо вообще вот, по сути, подсознательное поведение какое-то, потому что мы уже это не контролируем. Да, мы это не контролируем, это правда. Поэтому проще делать это со специалистом. Если самостоятельно, то это такая кропотливая работа наблюдения за собой. Наблюдение за собой, понимание того, как это всё сформировалось, проживание какой-то грусти по поводу того, что так было, проживание каких-то своих детских обид, своих детских разочарований. И тогда только человек, возможно, может перейти к такому сценарию, который для него приемлем. По поводу вот этих сценариев, такой вот вопрос. Всегда ли на ребёнка влияет негативно? Точнее, записывается ли всегда негативная модель? Или может ребёнок это осознавать уже в самом детстве? Вот ему что-то не нравится, и он потом во взрослой жизни уже это делать не будет? Или обязательно всё записывается так, как есть? За чистый лист? До пяти лет записывается как есть. То есть без осознания какого-то осмысления? Без осознания, без осознания. Ребёнок начинает осознавать, что ему что-то не нравится в подростковом возрасте, и начинает бунтовать, активно бунтовать. И тогда он отвергает абсолютно всё, и хорошее, и плохое. Он просто ничего не хочет брать, ничего не хочет повторять. И обычно дети в подростковом возрасте зарекаются, у меня будет по-другому. Но сила вот этих подсознательных механизмов очень велика, и обычно вот это поведение наоборот, я буду мама наоборот, я буду папа наоборот, оно проявляется в чём-то другом. Оно проявляется каким-то таким обходным путём. И возможность изменить этот сценарий, она есть, конечно же, при условии, что есть принятие родительской модели. Принятие, и тогда только можно её проявлять. То есть в данной ситуации, опять-таки, ребёнок в подростковом возрасте очень зависит от родителей, умных родителей, которые помогут ему правильно это всё сруководствовать, без давления какого-то, а просто показать правильный путь. Да, подростковый возраст, сложный возраст, и важно, чтобы ребёнок отбунтовал своё. Потому что может потом быть... Позже или как? Да. Вот так. А как это может проявиться потом в взрослой, скажем так, жизни уже? Каких людей можем, например, идентифицировать, что они не отбунтовались? Это бунтари по жизни, сопротивляющиеся люди, которые готовы делать наоборот, лишь бы не так, как вот ему говорят. Ну, неважно как, но главное, чтобы не так. То есть сохраняется вот это детское какое-то зерно ещё против всего. Ну что ж, будем надеяться, что наши родители будут правильно формировать, скажем так, хороший сценарий у своих детей, и, соответственно, дети будут расти, любить своих родителей, любить то, что происходит в них в семье, и самое главное, родители, давайте правильный, позитивный пример. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Как всегда, интересная тема, умеете найти в нашей жизни и расставить акценты. Нагадую ещё раз, что сегодня спелкувался и с практичным психологом Светланой Иваненко.